Всем привет! В этом видео я расскажу, как создать сабдомен и привязать его к сайту. Ещё его называют поддомен или сабдомен, ну по-разному. Важно просто то, что мы создадим как бы подсайт и привяжем его к серверу. Первым делом нам надо войти в хостинг, где мы покупали домен. У меня это GoDaddy, у вас может быть какой-то другой. Мы зашли, тут есть мои домены, нам надо зайти в настройки DNS-зон. Управление DNS. Заходим сюда. Нам необходимо добавить запись A. Мы нажимаем добавить и придумываем имя нашего сабдомена, которое нам необходимо. Я ставлю своё имя в хост, то есть это имя, каким будет сабдомен. То есть мой сабдомен будет состоять из того, что я написал, точка, название домена, к которому я привязываю. Поддомены бесплатны, и их можно создавать неограниченное количество. В поле указывает на, мы должны прописать IP-адрес, на который должен ссылаться наш поддомен. Это тот сервер, где у вас будет размещаться сайт на этом поддомене, то есть его код. Тут выбираем тип A, TTL нам не важен. И нажимаем ОК. Фактически мы уже создали сабдомен. Теперь необходимо проверить, работает он или нет. Самый простой способ проверить, это сделать следующее. Мы знаем, что полный адрес нашего сабдомена будет выглядеть как имя сабдомена, плюс имя домена. Поэтому я пишу команду ping, имя сабдомена, имя домена. Это адрес сайта, который у меня по итогу должен получиться. У меня все подтянулось. Как видите, ping показывает IP-адрес, к которому я уже привязался. Это очень быстрый результат. Скорее всего, у вас пройдет от 5 минут до 72 часов. Ну, 72 часа не бывает. Чаще всего проходит минут 10-15. Когда мы видим, что в ответе команды ping написан сервер, на который мы перенаправили, это говорит о том, что сабдомен создан, мы его направили на нужное место и уже можем работать. То есть, при выкладывании нашего сайта на этот хостинг и соответствующие настройки там, этот сабдомен будет работать и принимать входящие запросы, те, которые нам необходимы. На этом все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях.